Приветствую дорогие друзья! Проект Казах модель 100 продолжает развиваться пока все еще в качестве, в статусе прототипа тем не менее, идем вперед сегодня речь пойдет о кареточном узле и об узле скольжения каретка изготовлена из полиацеталия так же как и в предыдущих моделях особенность каретки в том, что каретка не требует дополнительной фиксации после изменения положения то есть когда мы изменили высоту каретки вверх либо вниз то не нужно делать дополнительную фиксацию каретка фиксируется при помощи силы трения, которая возникает между кареткой и зубчатой рейкой на каретке находится узел, шарнирный узел скольжения теперь этот узел имеет в своем составе 4 радиальных подшипника сейчас я вам покажу поподробнее шарнирный узел имеет в своем составе 2 подшипника запрессованных в каретку и 2 подшипника запрессованных вернее не запрессованных а установленных в вилочку и в этих 2 подшипниках которые установлены в вилочку установлен блок который содержит в своем составе линейный подшипник подшипник полимерный фирмы Игус Игус это немецкая фирма, лидер, европейский лидер в области производства полимерных подшипников это не просто втулочка, это именно линейный подшипник который предназначен для работы с возвратно-поступательными движениями как видите, конструкция линейного подшипника такова что имеется внутри ребра, между которыми есть пустота благодаря такой конструкции удалось добиться низкой силы трения и кроме того, пыль, которая неизбежно будет попадать внутрь втулки она будет выдавливаться вот в эти пустоты, которые находятся между ребрами и таким образом пыль не будет мешать работе направляющего штока благодаря тому, что мы используем штоки из нержавеющей стали штоки термообработанные, шлифованные, с высокой точностью благодаря этому мы можем использовать линейный подшипник не только из полимера но можем использовать линейный подшипник металлический с шариками и замена такого подшипника, замена этих подшипников происходит достаточно быстро сейчас я вам покажу которые расслабляются винты вынимается блок с подшипником полимерным и на его место мы ставим блок с подшипником металлическим в базовой комплектации будет, конечно же, полимерный подшипник но для тех, кто хочет поэкспериментировать для тех будет возможность использовать металлический подшипник шариковый металлический подшипник линейный повторяю, наше направляющее допускает такую работу направляющее допускает работу как с полимерным подшипником так и с шариковым подшипником кроме того, для тех, кто хочет, допустим, иметь направляющие не 8-мм, а 6-мм тоже будет такая опция заказа вот этого блока с 6-мм линейным полимерным подшипником работа шарикового подшипника нельзя сказать, что тихая но, тем не менее, она безлифтовая и, в общем-то, достаточно комфортная хотя, конечно, такого подклика на руке какой дает полимерный подшипник вы не получите кого интересует продукция фирмы Игус можете найти в интернете каталог Игус и посмотреть, поинтересоваться, что интересного они делают они делают очень много интересных вещей и должен сказать, что вот это вот решение с применением подшипников от стороннего производителя очень хорошо скажется на ремонтопригодности на общий ремонтопригодности изделия потому что теперь любой пользователь может приобрести подшипник не у меня а в той стране, где он живет в ближайшем магазине в интернет-магазине, конечно, линейных подшипников как от фирмы Игус, так и от, допустим, каких-то китайских производителей это не будет проблемой всем спасибо, кто досмотрел до конца в следующем видео будет заточка большого пухонного шефа всего наилучшего до скорых встреч субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok